Всем здорова ребят, с вами Таликс, подписывайтесь на мой основной канал ITALEX, ссылка в описании. Сегодня мы едем с вами в Питер, приятного вам просмотра, мы начинаем, погнали! В Питер мы по классике решили поехать на дальнем поезде Мегаполис, который нам удобен по времени, и приходят в северную столицу в 9 часов утра. Ехали мы как обычная свэшка, погрузились, попили чаек, перекусили и быстренько легли спать, потому что было уже час ночи. Утром мы зарядились перекусом и капучино, которое сделала нам проводница, и были готовы гулять по Питеру. Кстати, обзор свэшки в данном поезде я уже делал в первом ролике про Питер, так что вы можете посмотреть его по подсказке в правом верхнем углу или по ссылке в описании. На метро мы быстренько добрались до нашего отеля, который назывался Ренессанс. Удивительно, но Питер встретил нас не облачной погодой и дождями, а безоблачным небом и ярким солнцем. Наш отель находится совсем недалеко от метро Адмиралтейска и рядом с Исаакиевским собором. Исаакиевский собор. Отель Ренессанс, в него мы сейчас будем заселяться. Давайте быстренько пройдемся по номеру. Мало того, что вам дают 2500 бесплатно на еду в кафе с видом на Исаакиевский собор, так еще и номер офигенный. Водичка, кофе, чай, апельсинчики, кофе без кофеина, чайник, все это в номере есть, вы точно не останетесь без горячего напитка. Мини-пар тоже есть, вид из номеров либо на Исаакиевский собор, либо внутри отеля. Номера с видом на Исаакиевский собор были все выкуплены. Еще в этот отель любят заселяться многие блогеры. В третьей части про Питер мы продолжаем список известных достопримечательностей. И на этот раз мы решили пойти в Юсуповский дворец. Он вошел в историю как место убийства Григория Распутина. Вообще, это была усадьба Прасковья Ивановна, племянница Петра Первого. Потом имение было подарено Семеновскому полку. Эту усадьбу даже выкупила Екатерина Вторая и подарила ее племянница Потемкина. В общем, сегодня Юсуповский дворец это один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели парадные апартаменты, залы картины галереи, миниатюрный домашний театр и роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Следующей достопримечательностью стал Гранд Макет Россия. Это второй по величине в мире макет. Назовите любой крупный город России и вы его найдете здесь. Макет находится в двухэтажном здании, построенном в 1953 году. Автор и инвестор проекта – петербургский предприниматель Сергей Морозов. Над созданием макета работали около 100 человек в течение 5 лет. Сначала была поставлена несущая подмакетная рама, уложена основа железных и шоссейных дорог. Далее по всему макету установили деревянные ребра, по их верхней кромке натянули металлическую сетку и нанесли слой гипса, из которого создавали окончательное очертание желаемого ландшафта. На оформление квадратного метра поверхности макета уходил примерно месяц труда одного специалиста. Первых посетителей музей встретил в апреле 2011 года. Следующие 14 месяцев музей работал в тестовом режиме, и официальное открытие состоялось 8 июня 2012 года. Каждые 13 минут над макетом постепенно происходит смена дня и ночи. В качестве источников света впервые в мире было использовано более 800 тысяч мощных светодиодов разного цвета, которые позволяют равномерно осветить все макетное пространство, не создавая тени. Тут движется абсолютно все – поезда, машины, канатные дороги, люди. Тут даже фонтаны работают. Масштаб макета – H0, то есть 1 к 87. И здесь уложено более 2,5 тысяч метров рельсов, по которым ездят маленькие поезда. Здесь есть абсолютно все крупные города – от Калининграда до Владивостока. Но немножко интересных фактов. Время движения поезда из Питера на Дальний Восток на этом макете – 18 минут. Для создания эффекта объемной травы применяется электромагнитное поле, которое позволяет добиться вертикального роста травин. Для постоянного сервисного и аварийного обслуживания на макете применено более 130 замаскированных люков. 5 марта 2015 года музей отметил тысячный день непрерывной работы со дня открытия. Взрослый билет стоит 680 рублей, детский – 420. Очень советую сюда сходить. Поскольку был уже вечер, мы решили поужинать в кафешке в нашем отеле с видом на Исаакиевский собор. И, конечно же, снять закат. Итак, продолжаем список достопримечательностей. На второй день мы решили пойти в главный штаб Эрмитажа, здание которого находится напротив Эрмитажа. Все логично. Это историческое здание, располагающееся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В восточной части здания главного штаба размещаются коллекции государственного Эрмитажа. В 2013 году завершилась полная реконструкция восточного крыла здания, в котором разместились произведения западноевропейского искусства 19-20 веков, а также там проводятся временные выставки современного искусства. Здание главного штаба мы провели аж целых 3 часа. Ну, то, что там второй, третий, четвертый этаж мы везде прошли, все посмотрели. И это действительно очень интересно. Я вам советую сюда сходить. Если вы приехали в Питер, не обязательно все время ходить по музеям. Очень хорошая идея прогуляться по самому городу, особенно если до вашего отъезда осталось полдня. В принципе, мы так и сделали, и даже пешком до вокзала шли, потому что по Питеру гулять интересно, здесь очень много красивых зданий. Возможно, вам будет интересно посмотреть про другие достопримечательности в Питере, поэтому в описании я оставлю ссылку на первую и вторую часть. Там еще много чего интересного. Кстати, мы очень хорошо погуляли по Питеру, но чуть не опоздали на наш Сапсан, который уже в 11 привез нас в Москву. Я надеюсь, что вам понравилась эта короткая, но интересная третья часть про Питер. Так что предлагаю вам поставить лайк, а можете даже подписаться на мой канал. Если кому-то интересно, какую максимальную скорость развивал наш Сапсан, то я вам даже покажу 218 километров в час. Спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, 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 закончили репортаж. Субтитры сделал DimaTorzok